Здравия будь Яросвет! Здравия ты будь Вадимир! Я очень рад возможности новой встречи и общения с тобой. Взаимно. Такой вопрос к тебе. Вот перспектива и возможности такой поместной организации людей, скажем, в многоэтажной, многоподъездном доме. Вот какие возможности, перспективы ты видишь, необходимости и какие-то добро. Ну я понял, да. Сегодня очень важно в создавшейся ситуации, как мирового плана, так и поместного, это быть готовым к объединению с другими людьми. И здесь сейчас речь идет не о создании некой политической организации с какими-то лозунгами, а речь идет о обычном, простом проживании людей на месте. И, соответственно, возвращение понятия малой родины в свое сознание, в сознание близ соседей, которые проживают рядом с тобой. И через самоорганизацию. В первую очередь, конечно, самоорганизация одного человека, каждого, скажем так, да. И вот когда человек самоорганизованный, он начинает наблюдать, что же происходит вокруг него. И, соответственно, у него есть естественная, нормальная, природная потребность соорганизоваться с такими же какими. И вот в этой ситуации, если наши предки проживали в общинной жизнедеятельности на земле, и там у каждого был свой дом, свое хозяйство. Ну и опять же, объединяясь для чего? Для того, чтобы решить проблемы, которые невозможно решить одной семьей. И, соответственно, в первую очередь, проблема безопасности. И вот сегодня этот вопрос безопасности, он стоит на первейшем среди всех вопросов. Потому что то, что сегодня происходят вот эти информационные войны, которые загоняют сознание человека, отдельно взятого, в тупике всевозможных страшилок, предполагает то, что люди перестали чувствовать себя в безопасности. Если мы вспоминаем, ну еще 30 лет назад, даже пусть это конец 80-х, но тем не менее, и дети спокойно гуляли сами по улицам, да, ну могли там по возрастным и на рыбалку ходили, молодежь, так сказать, спокойно там за несколько километров от дома, то сегодня все закрыты вот в коробочках, по большому счету, особенно вот наши дети в школах, в детсадах, да. Ну если в детсадах еще как-то гулять могут, то в школах вообще, вот пребывание в школе практически все время в здании, в закрытом помещении. И такого рода, скажем так, социальные гетто создаются сейчас. И вот чтобы эта проблема была решена в некое ближайшее время, и в первую очередь, опять же, выставить пути самоорганизации для самозащиты отдельно взятых семей и групп семей, живущих вот в этом доме, да, в многоквартирном доме. Поэтому надо переходить к понятийной базе, я где живу, с кем живу, зачем живу, как я собираюсь жить. И вот отсюда получается, что человек, который самоопределился, что он живет, он сам является представителем своего рода. Сейчас мы просто говорим о кровных родственниках, примерно, да. Но самих кровных родственников, кроме вот членов его семьи, да, они, как правило, сейчас в больших городах вообще где-то, либо там за несколько сот километров, да, там, в лучшем случае за несколько десятков где-то в области проживать, если мы в Москву возьмем, например. А так, по сути дела, вокруг живут люди, которые не самоопределяются кровными узами. Это и есть такая проблема сейчас в сознании наших отечественников, вот так живущих, да, с понятием, что род – это чисто кровные отношения. Но когда мы понимаем, что в системе русского языка слово род определяет матрешную систему от одного человека и до космических высот, и это с каждым, так это должно происходить в сознании, то получается, что мы, являясь представителями человечества, мы братья и сестры друг для друга. Вот наладить вот эти социальные связи, на сегодняшний день как раз наша задача, как братьев и сестер. И в данном случае мы можем говорить о том, что, переходя на образ наших предков проживания, община соседская, ну, вернее, соседская родовая община, да, такая, что… Вот у нас в квартирах живут отдельные семьи, и мы можем сформировать общину просто дома, соседскую общину дома, пусть вот без прямых кровных связей, но связь одна у нас в данном случае. Мы живем здесь, мы признаем, что вот это сейчас для наших детей здесь рожденных… Территориальная… Территориальная… Да, Бринс, и это малая родина для наших детей, которые вот здесь сейчас рождаются. Есть родина там, где наши предки жили, да, там, и мы можем детей возить, там, бабушкам, дедушкам, но получается, что как раз вот ребенок здесь родился, он здесь постоянно проживает, все свое, как говорится, ну, до взросления. И вот приявить чувство ребенку малой родины способны только родители и рядом находящиеся с ними взрослыми. Вот этот момент, он для сознания наших соотечественников сегодня очень важный. Потому что независимо от того, какого ты народа-то вот живешь, на площадке могут жить представители различных народов, да, ну, коренных народов, которые всегда проживали в Российской империи, представители народов, у которых свои государства за территорией даже, ну, например, немцы, да, ну, люди соблюдают себя немцами, например, но их родственники переехали в Россию еще со времен Петра Первого, например, еще раньше, да, и, соответственно, они давным-давно, русский язык для них родной. Вот только вопрос, насколько это воспитывается, да, в сознании человека, что я немец, я умею говорить на немецком и на русском, это мои родные языки, просто, как говорится, это мои родные языки, не противопоставление одного другому, а именно добавление, дополнение. Потому что я так думаю, я живу, мне это нормально, мне это устраивает, я благостно, все у меня, кажется, хорошо. Хорошо, какие перспективы? И вот здесь в данном случае получается, что, кстати, на сегодняшний день большое количество вот отдельно взятых домов находятся люди, которые начинают самоорганизовываться, вот, объединять жильцов этого дома. Пусть это будет не все, безусловно, да, но, по крайней мере, можно... Те, кто в этом заинтересован. Да, те, кто в этом заинтересован. И первый инициатор, человек, который в этом заинтересован, он должен взять на себя, соответственно, ответственность, объединить таких же, как он, заинтересованных людей. Поэтому, значит, просто-напросто можно оставить свой телефон, да, вот, на подъезде. Ребята, организовывается, там, группа в WhatsApp нашего дома. Для чего? Для самоинформирования, для обеспечения безопасности в случае, для оказания первичной помощи какой-то, да, значит, просто, как бы, старикам помощь, да, там, детишки, вот, надо ребенка оставить на час, на два, да, ну, срочно надо, а нет. Раз, выкинулся, ребята, нужно вот на часик-два с ребенком побыть, там, либо человек говорит, я готов подойти, либо к нему подвезти, там, ну, в соседний подъезд, все, проблема решена. Вот на таких простых социальных, так сказать, моментах идет вот это вот, полевые структуры срабатывают, люди объединяются, это очень важно. И объединяться нужно, в первую очередь, не для того, чтобы, там, скажем так, вынашивать планы, что вот, когда на нас нападут, мы, там, возьмем, там, ножи, пилы, так сказать, или еще что-то там в доме нашелся, мы пойдем биться. Да не для этого надо. Это, это, как сказать, как один из элементов жизни, который нежелательен вообще, в принципе. Но надо быть готовым. А вот объединяться надо, выстраивать четкую цель, именно самоорганизация для взаимопомощи. По мерам необходимым. Кто-то, может быть, никогда не обратится за помощью, но он поучаствует многократно, может быть, в помощи другим людям. Но когда мы друг другу помогаем в этой ситуации, мы действительно чувствуем плечо, что если люди небезразличны вокруг нас, и вдруг, мало ли что, я могу, я имею моральное право обратиться, и люди мне помогут, я же помогал людям. Вот это самый такой, на сегодняшний день, главный момент. А там уже, в соответствии, когда люди начинают объединяться, взрослые люди начинают объединяться, дети это все смотрят, дети это все видят. И потом уже, среди, ну, среди большого количества семей, особенно в больших, да, вот новые микрорайоны, жилые микрорайоны, там, дома, там, под 400 квартир, там, вообще, там, ну, не менее, ну, 400 квартир, взять просто, условно, ну, в среднем, 4 человека, просто в среднем, 4 человека, а их может быть и больше многократно, да, ну, где-то, может, один бы живет в квартире, а где-то 5-10, ну, условно. Вот, пожалуйста, 4, 4 на 400, 1600. 1600 человек. Организация, самоорганизация, тут просто, вот, что хочешь, можно сорганизовывать. И, и, по электрикам, там, местным, там, 5-6 человек готовы, так сказать, и, значит, и холодильный мастер, там, и все, все в доме можно найти в таком, по большому счету. И детский сад, и детский, так сказать. Но самое интересное, главное в этой ситуации, что сегодня все больше и больше людей, наших соотечественников, именно, кто живет в России, начинают садиться на землю, община создавать, ну, земельного плана, сельхозугодий, да, и начинают производить продукцию. Эти люди готовы поставлять из рук в руки, как по принципу кооперативного движения, качественные продукты своим соотечественникам. И вот в данном случае, безусловно, вот один такой дом может напросто, ну, как говорится, в определенный период, там уже по договоренностям, что подъезжает машина, все, вот в это время, товарищ, вот так, кто-то, кого нету, кто-то может за него взять, так сказать, и потом передать просто эти продукты, там, ну, качественные продукты. Вот. И таким вот образом происходит, много задач решается на месте, получается, по самоуправлению. А отсюда уже мы говорим о чем? Что самоорганизация народа на месте приводит к чему? К проявлению родовой воли. Вот этот вот момент важный очень, да, что когда люди начинают самоорганизовываться взаимо, на взаимовыручке, то это уже проявление родовой воли. Родовой воли. Сейчас не надо сейчас говорить, кто, какого народа национальности, как у нас в социальной программке загружены. Мы говорим о том, что каждый из нас, вот кто объединяется со своим соседом и готов ему оказать помощь, и также принять помощь, да, все. Вот это настоящие родовищи, скажем так, да, которые, не имея прямых кровных связей, осознают и осмысляют важность своего единения на общее дело, благостное дело, и для своих детей в первую очередь. И отсюда получается, что в доме сразу проявляются люди, которые готовы заниматься детворой, просто на площадке там. Люди, которые готовы заниматься, ну, там, спортом детворой, кто-то художественное, что-то музыкальное и так далее, там, разворачиваются, концерты можно организовать, уже готовиться. То есть это все идет обычная перспектива развития вот этой вот малой общности, где именно, еще раз, друзья, дети будут видеть единство своих родителей. И отсюда уже вот этот потенциал, он начинает вырастать в более значимые вещи, как система управления социальными связями на местах, и в частности в районе. И вы избираете, уже здесь, уже проверили, кто чего способен, как, выбирается старший дом, разумный, ответственный человек, который, значит, по наделению полномочий защищать интересы своих родовичей, ну, домовой вот этой общины, да, он что делает? Он просто берет под контроль средства, выделяемые государством на этот дом ежегодно. И там, друзья, там очень много интересных вещей сейчас открывается по поводу вообще того, что сейчас вот происходит с оплатами этими коммунальными, там, за газ, за электричество и прочее, прочее. Один человек, который, скажем так, идет в отказ платить вот эти все, как бы, денежки, почитав и выяснив, что все наши выплаты, которые мы самолично, как бы, по квитанциям делаем оплаты, мы просто-напросто, получается, производим добровольный взнос в какую-то там контору, которая за бугром находится, как благотворительный... Да, благотворительный взнос. Все. А на наши квартиры государство выделяет денежки. И оплачено все идет, все эти деньги оплачены, то есть и электричество и прочее, прочее. Ну, квадратный метр квартиры там, за газ, за воду, все это оплачивается, друзья. Только когда один с посылом выходит и говорит, я вам не буду платить. Там же конторка сидят-то люди, так сказать, тоже по-своему подготовлены. Начинаются судебные процессы, затяжива, ну, беготня, все-все-все. А когда это дом, человек, наделенный полномочиями, у него группа поддержки, так сказать, все, и они заявляют не о том, что они не хотят платить, они говорят, друзья, мы готовы платить, только по закону. По закону платить. Вот у нас, мы посмотрели, вот статья, вот статья, сейчас этого много. Я сейчас не... Ну, как бы, это отдельные темы. Можно посмотреть договора оферты, просто набрать договор оферты за квадрат-плату. Вам столько выйдет сейчас материалов, народ потихоньку поднимается по этим вопросам. Поэтому в данном случае, получается, самоорганизация первично идет на обычных неких бытовых таких моментах, а в конечном итоге люди, чувствуя плечо к плечу, а если это один дом, а потом вот он еще один дом, а вот он микрорайон. И люди не с протестом кричат, что мы вас, гадов, там бить будем, когда вот придем кто-то к власти. Нет. Люди просто-напросто начинают повышать свой уровень, в том числе юридической грамотности. И, соответственно, спокойно, с просветительскими целями приходят в милицию местную, в прокуратуру местную, в администрацию спокойно приходят. И говорят, ребята, вот такая тема, смотрите. Мы как бы, скажем, ну ты сидишь, тебя тут поставили, мы сейчас не про это. Вот смотри, вот нас тут, как сказать, микрорайон там, 50 тысяч человек. Ты вот руководитель такой административный. Или депутату там, опять же. Все. И вот эти вот процессы, они будут идти спокойно, чуть-чуть, скажем так, для крикуновка революции, так сказать. Это будет очень длительно, кажется. Но на самом деле, это будет именно качественно, безопасно. И главное, чтобы, как говорится, не то, чтобы не было войны, а главное то, что мы не допустим войны в данном случае. Просто элементарно. Вот сейчас вот события показаний. да, вот там вот какие-то группы, так сказать, лес заезжают с какими-то там оперативными, всевозможными, то есть там, лабораториями. И вот они, значит, там что-то там, учения какие-то проводят. И я слушал тут одну видеозапись, где замечательные женщины, умницы, накопались только про это все, но они копались в дерьме, друзья. Вот их не будет, так сказать, направлено силу, вот на разъяснение людям, ребята, вот это, вот это, вот это, вот это. А они там вот об этом, об этом, об этом. И у людей, вот от прогонов этих чернушных, это важно и нужно. Только завершите это как бы логическим концом. Не просто, что это не гады, сволочи, козлы. Предложите людям, что конкретно делать, чтобы эти козлы и гады не появлялись на нашей земле. Если они таковые. А получается идет прогон. Вроде бы о важных, серьезных вещах говорится, но сознание слушателей загоняет в тупик полнейший, когда люди не объединены. Каждый в своей семье буквально живет в социальном одиночке. В семье люди живут сегодня социальными одиночками, в большинстве. Задаю вопрос неоднократно разным людям разного возраста. Ты в какой общине состоишь сейчас? Ни в какой. Никакой в семье. Ну, не, ну я просто, я задаю вопрос. Я просто рассказываю, как это обычно происходит, да? Ни в какой не стою. Ну, а ты а в партии состоишь? Ну, да, в партии состою. Ну, и кем-то? Ну, член партии. Ну, ладно, хорошо. А в общине какой не состоишь? Нет, не состою. Ну, семья, а семья есть у тебя? Да, есть. Ну, есть ты член партии, у тебя есть семья, но вообще нет, извиня, не состоишь. Нет, не состою вообще. И вот приходится с некоторыми, так вот по нескольку раз, вот это вот, пока он, вдруг человек, аааа, семья, ааа, да, семья. Я говорю, а знаешь, почему он семью не назвал общиной? Потому что, а семья у тебя не община. Ты живешь в социальном одиночке. Это и мужчины, и женщины. По каким-то там социальным программкам как-то связались, прилипли, живут люди друг с дружкой, там, дети вроде даже есть, а общего нету ничего. Это именно не в плане того, что люди плохие, а в плане того, что подорвана родовая воспитательная система. Вот это вот общегосударственная некая коммунистическая идеология, которая присутствовала, она говорила об интернационализме. В первую очередь, русским людям забивали это в голову, что интернационализм, интернационализм. И все коренные народы, представители коренных народов, там идет пропаганда, о уважении своего рода, народа и прочего на государственном уровне. А у русского народа этого нет. На государственном уровне. И вот в этой ситуации мы сейчас говорим о чем? Что объединить людей на территории России может только русская речь сегодня. И если человек определяет себя русским, а кто-то тотальным, большим, но они друг друга понимают, говорят друг с другом на русском, вот это надо принять всем троим, там, пятерым, десятерым, да, ну, разным представителям, и просто понять, что русская речь дана на планете Земля вышним, всевышним. и русская речь позволяет объединяться и решать вопросы многократно превышающие, скажем так, возможности отдельно взятых народов. И вот мы именно благодаря русской речи объединились и территориально держит, поливая этот русский мир, это благодаря только наличию смыслов русского живого слова. Поэтому, друзья, сегодня важно это объединиться на местах, отдельно взятых домах, да, взять на себя такую ответственность, хотя бы ты даже сделай этот шаг, просто вот людям, оповести людей, ребята, давайте соберемся. Потом найдется человек, который многократно лучше тебя сможет сделать, там, вот эти организационные все эти вопросы. Главное, где сдать посыл. Вот сегодня я, опять же, в сайте смотрю, ну, на сайтах разных, большое количество людей шлют письма, там, значит, я там разослал письма, там, ну, текст присылается, там, какой-то, и вот я там протесты, там, туда, значит, на свой район всем управленцам, на все, там, эти адреса электронные, там, набрал, там, сто адресов в своем районе, всем отправил вот эти письма. Друзья, отправляйте весть о том, что надо объединяться, создавать образ малой Родины в своих домах. Ну, если вы куда-то там отправляете, ну, такие, там, письма, вы не боитесь, что кто-то там что-то, ну, обратитесь, вот, рядом с собой посмотрите. Ну, напишите по записульке, там, напечатайте, там, каждому вот этот почтовый ящик бросьте. Самоорганизуйтесь. И тогда все, многие вещи у нас будут проходить по-другому, в лучшем аспекте. Поэтому мое пожелание, друзья, это да пребудут с нами души наших предков, да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена, и да воздастся каждому по чистоте его мысли. Быть добрым. Слава родам. Слава родам. Слава родам.